20 сентября 2004 года в Америке на PlayStation 2, GameCube и Xbox вышел один очень примечательный файтинг – Def Jam Fight for an Eye. Выходит, что на днях ему стало 10 лет. Ну и главный вопрос для зрителя сейчас – это чем же игра так примечательна, что я вдруг решил о ней рассказать. Давайте по порядку. Def Jam – это американский лейбл звукозаписи, под знаменем которого выступают множество заморских хип-хоп и айрон-би исполнителей. В игре же эти самые звезды американской поп-сцены предстают перед нами в виде играбельных персонажей и очень дружно дают по щам друг другу, не жалея ни сил, ни здоровья. Битва за Нью-Йорк – это уже вторая по счету игра под брендом Def Jam. Первая вышла годом ранее на PlayStation 2 и GameCube под названием Def Jam Vendetta. Это был чистый в адреслинг, на ринге которого сталкивались рэперы и прочие артисты, входящие в состав Def Jam Records. И в общем-то ничем особенным эта игра не выделялась, хотя я обладала продуманной боевой механикой, так что как рестлинг была вполне приличной. Есть только одна загвоздка – я не сильно тащусь от рестлинга и поэтому обошел ее стороной. Но потом случилось невероятное. Один мой хороший друг подарил мне на день рождения в 2005 году Def Jam Fight for Ni. И надо сказать, я был шокирован, насколько сиквел превзошел мои ожидания. Продолжение следует... Такого сочетания жестокости, брутальности и реализма я еще не видел тогда. Ведь по сути это была самая настоящая уличная драка без правил. В ход стало идти все, что попадется под руку. Арматура, стены, столы, даже зрители теперь не безучастны, а могут помочь в добивании противника, попридержав его немного или любезно предоставив вам лопату для нанесения тяжких увечий. Хотя механика в целом и осталась из первой части, глядя на весь тут уличный беспредел, что творится по ту сторону экрана, игра воспринималась совсем по-другому и давала нехилый прилив адреналина. А самое главное, что во все это теперь можно играть четвером с друзьями одновременно. Причем можно играть как два на два, либо каждый сам за себя, и выбрать одну из десяти площадок для этого, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Этот дефджем настолько затягивает своим геймплеем, что он смог стать для всей моей тусы основным киберспортивным файтингом на несколько лет, сместив на этом посту великолепный Virtua Fighter 4, продержавшийся там два года. Запустив игру в первый раз, нужно сразу же начать режим истории. Нет, дело тут не в сюжете. В нем ничего особенного нет. Вся история целиком посвящена разборкам местных негров и дележке зон влияния. Вся суть в том, что с самого начала вы создаете своего персонажа, со своим никнеймом и своей внешностью. Конечно, точную копию самого себя сделать не получится. При всем желании, с тем набором заготовок, что дает игра, всегда выходит какой-то белый негр. Но это не важно. Дальше вы выбираете один из пяти боевых стилей и начинаете прокачивать своего бойца. За каждую битву, выигранную сюжетной кампанией, вам начисляют очки опыта и деньги. Деньги можно тратить на внешнюю кастомизацию своего протагониста, такую как одежда, обувь, аксессуары, цепи, стрижка и даже татуировки. Поначалу будет маленький выбор шмота, но по мере прохождения будет открываться все больше разнообразной экипировки. А от очки опыта можно вложить здоровье, выносливость, скорость или силу рук и ног. Также можно выучить еще два дополнительных боевых стиля или купить новый добивающий прием Blazing Move. Когда вы удачно раздаете люлей своему оппоненту, у вас копится специальная шкала импульса. И когда она накопится до краев, игрок в течение нескольких секунд должен ее активировать, иначе она испарится. После активации все вокруг начинает сиять красным. И теперь, если вы схватите противника и дернете правый аналог в какую-нибудь сторону, ваш герой совершит очень мощный и зрелищный Blazing Move, который снимет оппоненту полжизни. Причем вы сами выбираете, как будет выглядеть это зверство. В игре 80 разновидностей этого Blazing Move'а, открывающихся по мере прохождения. Вы можете купить тот, который нравится больше, и, так скажем, экипировать по одному виду на каждое направление аналогового стика. Итого выходит, что в ходе битвы вы можете использовать любой из четырех экипированных суперударов. Главное активировать шкалу и в течение 20 секунд суметь схватить свою жертву. И вот тут начинается самое интересное. Это стратегия. В дефджеме очень продуманная боевая механика с хорошим балансом. На каждый прием есть свой антиприем. Помимо простого блока от удара есть перехват. Если четко подгадать тайминг, то можно сделать перехват удара и завалить налетчика на землю. Также, когда вас хватают, нажав вовремя удар, получится неслабая контратака. Система здоровья тут тоже необычная. Шкала жизни имеет две линейки. Одна отвечает за сознание и теряется при каждом полученном ударе. А вторая представляет физическое здоровье в целом. И до ее крайней границы жизнь можно восстановить, если отдышаться и не получать в это время урон. Чтобы прикончить оппонента, нужно сделать мощный удар. И обязательно только тогда, когда у него шкала сознания светится красным, то есть почти на нуле. Если проводить обыкновенные удары и обыкновенные захваты, то здоровье они, конечно, снимают, но убить не убьют. А мощными здесь считаются разные приемы в зависимости от выбранного боевого стиля и ринга. Например, со стилем кикбоксера можно очень крепко хватать противника и всаживать под дых целые серии ударов коленом, снимая по пол здоровья. И после этого еще и добить финальным апперкотом насмерть. Уличные бойцы наносят сильный удар рукой с большой дистанции, который может стать фатальным. Рестлеры обладают смертельными бросками об пол. А стиль болевых захватов при длительном использовании позволяет сломать какую-нибудь часть тела, попавшему в тиски бедолаги, и вывести его таким образом из игры. А правильные комбинации этих стилей делают из вашего персонажа универсальную машину для убийств. Площадка, на которой будет происходить схватка, имеет не последнее значение. Стоит остерегаться арен с бетонными стенами, ибо лицо в схватке с бетоном обычно проигранное. Да даже в клубах с деревянными стенами можно не кисло агрести фейсом аптейбл. Можно даже быть похороненным под дверью собственной машины, если будете стоять к ней слишком близко. Есть и такие интересные места для выяснения отношений, как например метро, где можно в нужный момент бросить бедолагу под поезд или попавшись на перехвате самому угодить туда же. Или вообще совершить массовый суицид, продолжая разборки на шпалах. А вот в офисе на 10 этаже имеются большие разбиваемые окна, через которые свой последний полет отправляется тот, кому очень не повезло. Еще есть ринги, за пределы которых можно вылететь и проиграть, и куча разномастных площадок, где обезумевшая толпа жаждет крови. В общем, играя против живого оппонента, очень много будет зависеть от того, какими стилями вы деретесь и на какой арене. Если нужна честная схватка один на один, то можно взять боксерский ринг. Там стенки несмертельные. А если нужен веселый фарш, то подойдет любая местность с большой площадью. Впечатление в любом случае будет эффектным. Так что если вы ищете серьезный файтинг, в который можно рубиться вчетвером одновременно, то Def Jam Битва за Нью-Йорк подойдет очень кстати. К слову, эту игру с немного переделанной механикой портировали на PlayStation Portable в 2006-м. Ну и напоследок, если вдруг кто-то задался вопросом, а есть ли продолжение этого файтинга на PlayStation 3 или Xbox, отвечу сразу, да, оно есть. И даже два. Но играть в них я вам категорически не рекомендую. Вышедший в 2007 году на консолях седьмого поколения Def Jam Icon, превратился в аннуилый ритм-файтинг, где акцент сего происходящего от реализма и жестокости сместился в иллюзорный мир драки в такт музыки или что-то типа того. Да и возможность играть вчетвером одновременно из него выпилили. Так что ценности из себя он особо не представляет. В последней на данный момент игре серии, Def Jam Rap Star, тенденция, связанная с музыкой и ритмом, окончательно ушла в отрыв, оставив рассудок далеко позади. И в общем-то вышедшая в 2010 году игра стала тем, чем по идее должна была стать с самого начала, симулятором караоке с песнями артистов, входящих в состав Def Jam Records. На этом пока все. Пишите в комментариях, какой вашей компании самый любимый файтинг и на какой консоли. С вами был Zero5, всем спасибо за просмотр и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok